Девушки отдыхают 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 Ушел Мухаммед. Подает Мухаммед. Гильяр. Скидка, на которую никто не откликнулся, потому что, по всей вероятности, Рубен Кастро думал, что Гильяр сам пробьет. И сейчас не об этом. Сейчас про Кики, который догоняет мяч и получает его, и которому никто не мешает. Про Кики, который подает на третий гол. И этот третий гол только чудом каким-то не случается. Вот он удар, который пришелся в штангу. И, ну, вот это сложно такое. Не попадание в створ объяснить чем-то, кроме неудачного течения обстоятельств. Быстро разыгрывают. Длинный перевод Муньеса. И удар поворотом. Ну, очень все близко к четвертому голу. Иду из позито. Сейчас Кики пошел вперед. Там вечно изъявят пустоты. На этом фланге Картахены подача в створ ворот, которая вообще могла стать голом. Это уже все. Похоронный марш. Дельмас пришел. Дельмас подает. Неплохо! А вот так вот Картахена все-таки сподобилась на по-настоящему острый момент. С очень хорошим ударом головой. И очень хорошей реакцией Йелли Родригеса. И Дельмас, наконец, делал подачу человеческую. Эйбра едва не занервничала. Ну, занятно было бы, да? Но так бывает в футболе. Даже тут одна команда атакует. Имеет подавляющее преимущество. Идет 2-0. Может довести до 5-0. Но вместо этого пропускает. Так, тут сейчас до рукопашный дойдет. Да-да-да. Вот. Она уже рукопашный. Желтая карточка. Красная карточка. Ух-ух-ух. А вот это уже интересно. А вот это уже интересно. А вот это уже интересно. Прямо так сразу махнул красный. Посмотрел, посмотрел и показал. Аволос. Баррера красный. Поднялся Гольяр. Тоньо. Да, это Тоньо. Вот он Тоньо. Он пришел Тоньо разговаривать на повышенных тонах. Ну, Тоньо. Помимо навесов. Ну, так вот, да. Давайте посмотрим сначала, в чем Тоньо виноват. Тут были разборки. И вот Тоньо идет так вот спокойно. Да. А дальше он вот так вот за братву и двор стреляет в упор. Гаиско Гритан пока никого не выпускает на фланг, который осиротел после удаления Тоньо. Картахен пока атакует. Ой, это в створ летело. И Йоэль Родригес едва успел сориентироваться. Подача. Удар. 2-1. А вот, может, зря улыбался. Лихо Картахена съедает один гол. И забивает Дебласис. Ну, по крайней мере, его нам показывают. Смотрим. Подача Гильяра. Немножко там один защитник поторопился, другой опоздал. И Дебласис, смяв в борьбе противника. Это, кстати, был Техеро, по-моему. Переправил мяч в ворота. Но теряет. И Картахена отвечает. С хорошей передачей. И Акадзаки. И прострел. И удар. И ой, как чуть-чуть. Совсем не успел. Как раз Рубен Кастро. Замкнуть. Весь сезон не задался. И отнюдь ни один из пользователей в этом виноват. Подача. Удар. Удар. 2-2. Но уже свисток прозвучал. Поэтому напрасно радуются игроки Картахены. Они, правда, сейчас будут доказывать, что чуть ли не пенальти им Аблос Баррера должен. И тот закипел сейчас. И сказал. А ну-ка все вон. А ну-ка все в сад. Давайте смотреть. Давайте рассматривать все по частям. Во-первых, да, тут очень интересный момент с падением. Артуньо. И дальше Федерико Федерико Винансио. Вообще это так на автогол очень смахивает. Ну, хорошо. И для примитивных навесов один гол. Это, в общем, более чем достаточно. Так что Картахена, в общем, вполне по делам уезжает из Эйбера без очков. А Эйбер с тремя. И Эйбер ждет результата матча Миранде с Альмерией, который состоится завтра. И если там все сложится для Эйбера удачно, он возглавит турнирную таблицу в секунде. Альмерия.